вполне возможно для кого-то эта информация будет интересной всем привет девочки и мальчики сейчас я сделаю небольшое сравнение относительно получения посылочек с ebay и с buying coins и какой сайт в данном случае для меня в преимуществе какие нововведения с международными кодами отправления с чем я столкнулась в этом октябре и ноябре потому что я заказываю достаточно давно года с 12 может быть и вот первый раз я столкнулась с тем что на ebay товары которые идут из китая в данном случае кисти они идут из города гуанчжоу гуанчжоу так вот они не пробиваются по стандартной схеме почты россии то есть есть такой сайт почты россии вы наверняка все его хорошо знаете набирается он просто почта точка ру вы попадаете на первую страницу вот и вот здесь можно следить сюда вы вносите код любой и вам открывается история так вот то что идет с ебэя она по почте россии не пробивает сам но зато она пробивается по сайту который называется 17 трек точка нет здесь пробивается как бы вся азиатская тема то есть вот часть кодов она который не пробивается по почте россии она пробивает почта россии если мы вводим этот код он говорит ой нет нет не значит этот код неправильный он пишет и все и ты начинаешь паниковать то есть тебя обманули тебя развили он выглядит не так то есть две буквы в начале две буквы в конце он выглядит по-другому там может быть букв шесть в начале две в конце и они какие-то вообще другие на самом деле отправление движутся и мы это можем наблюдать хотя почта россии говоришь что ничего нет вот чтобы вы не паниковали можете прибегать к особенность азии идет особенно если код какой-то кривой то трек . нет ответить вам на эти вопросы есть еще вариант код просто где одни цифры тоже почта россии его не воспринимает и 17 трек . нет тоже не воспринимает то есть это отправление без кода и и вам остается только ждать вот я честно говоря первый раз этим столкнулась я сразу там начала бить все колокола что за фигня что за развод почему я не вижу трекинг код причем там индус и бы мне ответил что он тоже ничего не видит похоже значит продавец врет на самом деле нет ну вот такая сейчас видимо экономит просто экономит на чем могут вот вот надеюсь эта информация была для вас интересны и полезны всем всего хорошего пока ставьте лайки задавайте вопросы давайте дружить и общаться что за как-то я все не разведусь на заказ алиэкспресс а там алибабы и так далее начинала я стал бау русской версии все нормально работала конечно было дороговато даже том разрезе что сейчас мы заказываем тогда было дороговато но они собирали в пекине посылки то есть то что ты заказывала стал бау они заказывали они собирали это в пекине и они отправлялись сюда народ прочухал эту тему потом возникли огромные заторы посылок которые скопились за азиатский новый год и их потом не могли разгрести и и все это как бы убило этот сайт она подкосила потому что подруга у меня заказала тогда ребенку одежду зимнюю где-то в декабре там в ноябре а посылочка зимней одежды пришла и только в марте наградные только это продать могу потому что первых ребенок вырос вторых зима уже закончилась да к сожалению это неминуемо в случае с китайскими сайтами вот эти сроки сроки доставки которые они невозможно предугадать сейчас тем более кстати если вы хотите что-то успеть заказать то вы имейте ввиду что декабрь и январь если еще все проскочит будет нормально но в феврале начинается азиатский новый год он длится у них очень очень долго все офисы пустуют все пустует никто не работает то есть то что допустим вы заказываете накануне февраля она может прийти к вам там теоретически там в середине весны и часть посылок из китая сейчас идет не в москву как раньше а в екатеринбург и видимо екатеринбург тоже не справляется здесь хотелось бы сделать такое небольшое замечание почте россии может быть бросить какие-то дополнительные силы на то чтобы екатеринбург отправлял посылки вот ну то есть свою зону до в ту половину россии где они находятся иркутская область бурятия владивосток якутия там и так далее амурья при амурья вот это вот все да тогда было бы логичнее то получается что товары из гуанчжоу через манжурию идут там в читу потом в екатеринбург там они значит зависают на иное время и потом они идут в москву то есть может быть сделать какую-то дополнительную таможню растаможню может быть сделать какую-то дополнительную потому что реально россия настолько большая что все гнать через москву это это бред правда что там заказывают люди вот женщины да в основном какие-то вещи детские какие-то кисточки там макияжные принадлежности и вот просто гонять пакет по территории россии ну ладно там мой полкилограмма весит но там же есть и легче пакеты ну то есть как-то не совсем это логично не совсем разумно поэтому уважаемая почта россия надеюсь вы прислушаетесь к моему мнению и оно для вас тоже будет интересным и полезным всем всего хорошего пока а а Субтитры сделал DimaTorzok